В Крымском крае отменили бесплатную вакцинацию от ковид-19. Кровой избирком представил данные о явке на выборы. И в Прикаме запретят продажу газовых зажигалок несовершеннолетним. Какая сумма штрафов? Новости Прикаме продолжает эфир РБК. В студии Ксения Абажутина. Здравствуйте. В Пермском крае отменили бесплатную вакцинацию от ковид-19. Министерство здравоохранения Пермского края отменило закупку вакцины против ковид-19. Сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на Краевой Минздрав. По заявлениям Министерства, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусом, которая могла бы послужить основанием для проведения бесплатных профилактических прививок против ковид-19, на территории Пермского края отсутствует. А обязательно вакцинация отдельных групп граждан отменена еще в июле прошлого года. Отсюда следует, что прививку от коронавируса по полису МЭС на территорию региона поставить не получится. По данным газеты «Ведомость», прививку от коронавируса за счет бюджета сейчас можно поставить только в Подмосковье, Чувашии, Бурятии, Курской, Воронежской и Брянской областях. В большинстве регионов вакцина от коронавируса больше не входит в число бесплатных. По итогам муниципальных выборов в Краснокамском, Чайковском, Кизиловском, Горнозаводском и Аханском городских округах большинство мандатов в местных думах получили кандидаты от «Единороссии». Итоги выборов опубликованы избирательной комиссией Пермского края в официальном телеграм-канале. К примеру, в Краснокамской думе «Единороссы» получили 17 из 20 вакантных мандатов. Как сообщили в краевом избиркоме, средняя явка составила чуть более 20%. Напомним, голосование проходило с 8 по 10 сентября. Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин отметил, что в большинстве муниципалитетов кампания прошла спокойно. Исключением, по его словам, стали выборы в Чайковском, откуда от избирателей и кандидатов поступали многочисленные обращения на нарушения со стороны ряда кандидатов от КПРФ. Жалобы касались незаконной агитации в дни голосования как в социальных сетях и на транспорте, так и в СМИ. Территориальная избирательная комиссия совместно с правоохранительными органами оперативно приняли меры по устранению нарушений. Перейду к другим темам. Власти при Каме намерены запретить продажу зажигалок несовершеннолетним. Данный законопроект внес в законодательное собрание регионных губернаторов Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба Краевого парламента. Штрафы за нарушение запрета продажи несовершеннолетним данных товаров могут составить для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 8 тысяч рублей и для юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей. Запрет также предлагается распространить на баллоны и иные емкости, которые содержат жиженый углеводородный газ, а также на бытовые приборы, в том числе и турецкие плиты. Страховые выплаты сельхозпредприятиям Пермского края за 2,5 года составили 219 млн. рублей, сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков. Всего с начала 2020 года до 31 июля текущего года в регионе произведено 111 страховых выплат сельхозпредприятиям. При Каме находится на втором месте по их количеству. Среди топ-10 субъектов сельхозпредприятия, которых обращались за выплатами, ситуация Пермского края уникальна. Количество выплат превысило число застрахованных хозяйств. В России популярность полисов КАСКО на один месяц за неполный третий квартал этого года показала значительный рост, следует из данных банки.ру. В июле-августе на подобные страховки пришлось 15% от всех проданных полисов этого вида. Популярны ли краткосрочные полисы ОСАГО и КАСКО в Пермском крае? Какие тенденции еще наблюдаются в сфере? Расскажем далее. За последние два года стоимость полиса ОСАГО выросла на 50%, а КАСКО на 25%. Такие данные озвучили в беседе с РБК Пермь представители пермских компаний в сфере автострахования. При этом доля клиентов, которые приобретают полисы обоих видов на год, составляет больше 85%. В то же время в Пермском крае спрос на полисы сроком на один месяц отсутствует, добавляют они. Пользуются спросом, но в большей степени как сезонное страхование. И доля таких клиентов, но не более 5% в целом от общего количества полисов ОСАГО, ну по крайней мере в нашей компании. Вторая категория – это люди, которые 6 месяцев с дальнейшей пролонгацией периода страхования, но их тоже в пределах до 10%. В настоящее время владельцы автомобилей покупают трехмесячную автостраховку по нескольким причинам. Среди них, к примеру, отсутствие необходимости в покупке страховки на длительный срок. Возросшее предложение страховых компаний в этой части. То есть страховщики в конкурентной борьбе ищут продукты, которые будут интересны клиенту. И краткосрочный полис – это как раз та история, которая удовлетворяет потребности клиентов в страховой защите на определенный период времени. Допустим, на летний срок эксплуатации транспортного средства. В то же время позволяет за более разумные деньги приобрести эту страховую защиту. По результатам опроса автомобилистов, проведенным нашей редакцией, порядка 75% автовладельцев при Камье приобретают полисы КАСКО и ОСАГО сроком на один год. Прежде всего, это экономит время и средства, отмечают они. Так, если покупать полисы страхования на три месяца, то переплата клиента составит 50%, подсчитали эксперты. Я думаю, что нет, лучше на тот, как застраховать, все спокойно. Заморачиваться на это, отнимает время. Ну и, я думаю, дороже так приходится. Супаем на год. Причина потому, что больше года не страхуется. Если страхуешь меньше года, то и кусочек. Однако, несмотря на популярность годичного срока полисов ОСАГО и КАСКО, стоимость страховки по ряду причин изменилась. Связано это с повышением базовой ставки, чтобы, в частности, ОСАГО не стал убыточным видом страхования, отмечают представители Сберстрахования. В связи с ростом стоимости запчастей на авто сделать это было необходимо. Когда у нас увеличились сильно запчасти, стоимость запчастей сильно выросла. И потом мы увидели чуть позже рост ОСАГО примерно в два раза. То есть это у нас два года назад произошло. Показка тоже была у дорожания, но она не такая существенная. Представители сферы отмечают, что наблюдается и тренд роста спроса на трехмесячную страховку. Тенденция, по их мнению, будет прослеживаться в ближайшие 2-3 года. Это связано с общим снижением доходов клиентов и отсутствием возможности оплатить страховку сразу, резюмируют эксперты. Между тем, спрос на персонал в августе в Пермском крае побил очередной рекорд по количеству активных вакансий, сообщает служба исследований HeadHunter. В августе текущего года в Пермском крае насчитывалось почти 20 тысяч активных вакансий. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений HeadHunter. В частности, это на 102% больше, чем в январе 2021 года и более чем на 50% больше, чем в августе прошлого года. За последний год лишь одна из профессиональных сфер показала падение спроса на персонал. Это сфера безопасности. Там количество вакансий сократилось на 3%. Ощутимее всего, количество вакансий выросло в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга. При этом наибольшим спросом у работодателей при Каме пользуются специалисты из профессиональных сфер. Это рабочий персонал, а также продажа и обслуживание клиентов. Пока это все, больше новостей на нашем сайте и в социальных сетях. Подписывайтесь и до встречи. Добрый день. В эфире новости на РБКП. Хотите примерить на себя роль ведущего новостей в самой настоящей телевизионной студии? Легко? Добро пожаловать во вселенную РБК Пермь. Вы узнаете, как и чьими руками создается телевидение. Для чего в студии так много камеры и зачем мы используем зеленку? Откуда берутся новости и как готовиться к выпуску программы? Экскурсии на РБК Пермь – это уникальная возможность увидеть своими глазами телевизионную кухню изнутри. Как работают журналисты в прямом эфире? На сайте и в социальных сетях? Как создается реклама? Готовьте каверзные вопросы и приходите на РБК Пермь. Редактор субтитров А.Семкин